Здравствуйте! Лучшие игры национальной баскетбольной ассоциации Творческое объединение «Арена Российского Телевидения» предлагает вашему вниманию Особенно выпуск этой программы Сегодня мы с вами побываем в объединённом центре Чикаго Где команда Chicago Bull встречается с лицей чемпионами НБА прошлого сезона Командой Патрика Лейнга New York Mix Это был центральный матч недели и главный матч нашей сегодняшней программы Кроме того, вас ждёт короткий отчёт о матче лидера центрального визиона Клеврин Кавальверс с командой Ниджоси Мэтт А также отчёт о встрече чемпионов НБА прошлого сезона Хьюстон Рокетс с Сан-Антонио Спортс Но главное внимание повторю к матче в Чикаго Патрик Лейнг против Скотти Киппона Сан-Антонио Спортс Сан-Антонио Спортс Сан-Антонио Спортс Сан-Антонио Спортс Общание Сан-Антонио Спортс Три раза подряд за последние годы завоевывали главный титул НБА. А напротив новый бомб Чикаго Биллс, новый современный центр. И сегодня весь город желает победы своим любимцам в матче с вице-чемпионом НБА Нью-Йорк-Никс. Стартовые составы команды. Нападение у Никс Чарльз Смит, Чарльз Оукли, центровой Патрик Юнг, защитник Дерек Харпер и Джон Старкс. Ухажаясь на площадку, уходят Скотти Пиппен, Вики Синкинс, Уилл Перги, Би-Джей Амстронг и Рэн Харпер. Тренер гостей Пет Райли и тренер-хожей Фил Джексон, который три раза приводил свою команду в победе в чемпионатах. В первые минуты матча, точный бросок Чарльз Оукли и в гости мы ведут 4-0. Ответная атака Буз. И точный бросок Армена Харпера. Четыре-два, но впереди гости. Первая минута встречи. Пас у Джинни Старксу. И вот трех очковый бросок точен. Сам решил пролваться в кольцо Скотти Пиппен, но бросок и он не дошли к цели. Он тут же исправляет свою ошибку. И забивает три очка. Разрыв счета сокращается. Сем-пять. Микс начинает атаку. Патрик Кирилл получает. Мяч отдает Саржи Оукли, но его бросок не точен. Попытка трех очкового броска. Зона Старкса также неудачна. И быстрая контратака Буз. В выгодной позиции был Рон Харпер, но мяч уж в кольцо не попал. И вот уже атака Микс. Патрик Юлинг. Точный пас. Точный пас Чарли Смиту. И мяч все-таки в кольце. И тут же, посмотрите, тут же Скотти Пиппен его никто не атаковал. И он прекрасным трехочковым броском сокращает на разрыв счета. 9-8. Сам пытался прорваться в Джеймс Харкс. А вот бросок Чарли Смита был не точный. 9-й номер Рон Харпер отдаёт Скотти Пиппен. Он сам пытался, но отдает паспорту на партнеру. И бросок не точный. И мяч перехватили гости. Они начинают атаку. Развиваются они неспешно. И вот здесь при подборе нарушают правила Чарли Смит. Мяч за боковой, где будет нехозяй. Скотти Пиппен. Он пытался отдать пас, но не перехватен. И быстрая контратака Микс. Прекрасный, прекрасный мяч. Забрасывает 11-й номер Дерек Харпер. И тут же, посмотрите, тут же прекрасный, вновь прекрасный выходской бросок Скотти Пиппен. Счет равный. Счет равный. 11-11. 4 минуты суббанных первой четверти. Отличный пас. И Чарли Смит заводит гостей вновь, заводит гостей вперед. 13-11. Скотти Пиппен. Он решил сам пройти, пас, пас вперед, и он забрасывает мяч в кольцо. Вновь все травмы. 13-13. И у нас успешная атака, которую завершил Дерек Харпер. Один стременный микс. 15-13. Вот здесь грубо, грубо атаковал Элджин Старкс, нападающего Буллс. И в команде гостей замены. Покидают площадку Чарли Смит. Выходит на площадку Энтони Майсон. 14-й номер микс. Уже Амстрон. И бросок Элджин неточный. В атаке гостей. Дерек Харпер отдает Чарли Смит. Патрику Юнгу. И его неправильным атакует Элджин. 17-15 впереди. И точный трехочковый бросок от Дженни Старкса. 20-15. Техочков уже преимущество Микс. Первая циферка проходит с перевесом гостей. Дерек Харпер. Первый мяч получает Энтони Мэйсон. Через бок. Скотти Тупин получает персональные замечания. Из-за боковой выйдут мяч на другую гости. И на мяч нарушает правила. И все правильно. Мяч с защитой напрасно. И напрасно не размещается в игроке Коменды Чикаго Бост. Мы сейчас неодолго перенесемся в Климинг. Где А. Кавальерс принимает очередную матчу на Коменды Днеджерси Кинет. Марк Прайс. Один из лучших игроков. Кавальерс не дает в этом матче из-за травмы. Майк Фротелло. Главный премьер хозяев. Он стал премьером А. Кавальерс. Уже у меня с 1903 года. И вот по результату его работы уже зайдет в годы. Климинг Кавальерс прекрасно выступает в сегодняшнем сезоне до команды Лидер Центрального Днеджера. В матче смерти на площадке им были стали нападающие Тайрон Филл. 32 номер. Бобби Филл за сутник 14 номер. И Центральный Джон Уильгинс. 18 номер. Этот матч проходил с преимуществом Кавальерс и закончился победой хозяев со счетом 80-75. И повторим, команда Климинг Кавальерс уверенно лидирует в Центральном Дивизионе. Ну а мы вернемся в Чикаго, где продолжается матч Чикаго Брус, Нью-Йорк и Ниц. 24-17 впереди Гвозкин в атаке хозяева Скотти Пиппен. Он обоих матч Рома Харперу. Второй пас на неточную и быстрая контратаку Мюнс. Который прекрасно завершает броском сверху, а лидер на гостей Патрик Мюнн. 26-17. Преимущество у них уже довольно солидное. 9 очков. Неправильно атакует Дикий Силькинса. И убор сведет мимо из-за боковой. Да, мимо в конце не идет. А вот ошибка и не блестяще воспользовался Скотти Пиппен. Гвозки пытались выбить мяч из лицевой линии. И Пиппен был тут как тут. 29-20. Но все равно разрешите попрежнему делать очков. Прекрасный пас. И посмотрите, как хорошо сыграл сейчас 14-й номер Антони Майлсен. А 10 очков преимущества у Нью-Йорцев 31-20. И полторы минуты до конца первой четверти. Мы тоже завершили атаку. Порвает Тони Кукач. Он сейчас появился на площадке Босс. И вновь разрыв в 9 очков. Сейчас Тони Кукач перехватывает мяч. Отправляет его за боковую линию. 4 секунды остается лица для завершения атаки. И хотя мяч в кольце после броска Патрика Гиннга, однако он не засчитан, так как истекли 24 секунды, положенные для атаки. Мяч не засчитан. Босс не вылетает из-за бокового. 31-22. И минута до конца первой четверти. Ну, а на площадке у Босс, кроме Тони Кукача, появились еще два игрока. Это центровой, 34-й номер Билл Венингтон. И 25-й номер защитник Стив Керр. Вот Тони Кукач орвался в кольцо. Но его оппонент, еще Смит, нарушает правила. И вот последняя секунда первой четверти. Меньше 40 секунд остается. В атаке Микс. Попытка трехочкового броска неудачна. С 5-й пятом, не смещен. Сам пытается атаковать. И посмотрите, ну не идет мяч в кольце. 20 секунд до конца первой четверти. И понятно, что нью-йоркцы постараются использовать все это время. И с усилением свистком произвести на бросок. 5 секунд. 4. Нет. Неудачно. С Котти Куком. Бросок узнали. Но нет. Звучит свисток. Закончилось первая четверть. 31-22, 9 очков преимущества Нью-Йорк Микс. Сейчас оклем, 9 очков преимущества своей коменды. Далее в нашей программе мы продолжим рассказ о желаемом матче с сегодняшним выпуском Нью-Йорк Микс. И когда будет. А также заберем короткий отчет, отчет, от встречи. Очень прям до конца, когда пришла сегодня в кистом Рэкет с командой Сан-Антонио Старс. Сан-Антонио Старс Сан-Антонио Старс